Это по телевизору все начинается с команды «Парад Смирна». У сквера Кирова построение расчетов завершается за 30 минут до часа Х. Зрители подходят и того раньше. Количество мест в первом ряду ограничено. Главные герои праздника, ветераны, на трибуны поднялись тоже заранее. Пока парад не начался, есть время вспомнить фронтовые будни. У каждого своя история, свой долгий путь к победе. Служил я в Третий Белорусский фронт. Освобождал Белоруссию, Литву, Вильнюс, Каванус и в Восточную Пруссию, в Кенигсберг в 1944 году. Там же получил тяжелое ранение. День победы встречал в госпитале. Этот день победы Георгий Матвеевич встречает в добром здравии и хорошем настроении. Парад по случаю 67-й годовщины победы очень ждет. Впрочем, как и все приглашенные ветераны. Вероятно, всеобщее нетерпение стало причиной того, что праздничное шествие началось на три минуты раньше. Поздравляю вас с 67-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Командующий парадом этого года гвардии полковник Сергей Ческидов объезжает строй, после чего докладывает губернатору о готовности. Дмитрий Мезенцев в своем обращении призвал сохранить память о тех, кто изгнал врага с нашей земли и кто каждый день приближал победу. Сегодня мы отмечаем самый светлый и святое для нас праздник. День победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Эта священная дата стала символом всенародной гордости, мужества и героизма. Сибиряки гордятся своим вкладом в Великую Победу. С первых дней войны победу приближали более 200 тысяч жителей Иркутской области. Это они отбросили вражеские дивизии от Москвы. Это сибиряки, как и представители десятков других областей, троев и республик Советского Союза, брали тени экспертов, воевали в Сталинграде, на Курской дуде, освобождали Европу. Всего в параде приняли участие 16 колонн. Честь открытия традиционно предоставили кадетам. За ними чеканили шаг курсанты Института МВД, солдаты и офицеры подразделений Министерства обороны России, сотрудники спецслужб. В конном строю прошли сибирские казаки. Они впервые участвуют в параде. Всего на площади стройными рядами маршировали более тысячи лучших представителей армии и силовых ведомств. После марша – подарок ветеранам и зрителям от военнослужащих внутренних войск. Спецназовцы продемонстрировали отличную физическую подготовку. Постоянные тренировки, то есть, конечно, постоянно готовились долгое время. Тоже не просто это все отрабатывать, чтобы получилось синхронно, все красиво. Самыми громкими участниками шествия стали спецназовцы областного управления исполнения наказаний, которые впервые участвовали в параде. Они прибыли на БТРе, и грохотом взрыв пакетов, и автоматной стрельбой завершили парад. Смена, считают ветераны, выступила достойно. Парад понравился очень хороший парад. Нынче очень на высоте, чутко, ясно все. Расходиться по домам после последних аккордов военного оркестра публика не собиралась. Горожане активно фотографировались с военной техникой. И еще долго не отпускали главных героев праздника. Фотографировались с ветеранами, дарили им цветы и благодарили за победу. Для меня прадед, для Миши прапрадед. Воевал на войне в 41-м году. Даже два прадеда, мой дедушка тоже. Погиб под Киевом, не дошел до конца в 41-м году. Пал смертью храбрых старший лейтенант Савин Степан Алексеевич. Так что мы чтим. У нас для Миши первый, это 9 мая, нам всего 7 месяцев. И мы решили ребенку сразу же показать, ну, с первых месяцев, какой праздник. Парад у сквера Кирова – это только начало сегодняшних праздничных мероприятий. Народные гуляния запланированы на весь день. Ирина Агапонча, Константин Синицын. Новости сейчас.